добрый день друзья вышло новое обновление для карты рп эта карта один к одному добавили несколько деревень дороги ну и интересно сделали загрузку автомобиля что мне пока больше всего понравилось сейчас поедем загрузимся и ты сам все увидишь я взял свой любимый давчик управляю головой с помощью веб-камеры и программы ну что поехали на загрузку ну карта такая мне знаешь чем она нравится больше на прям населенные автомобили стоят по краям дороги где-то на аварийке кто-то стоит здесь какая-то вот я перед этим покатался на обычной карте на на родной так назовем я вот теперь ну понимаю есть разница где-то вот люди здесь внутри разгружаются пока вот трафик здесь конечно маловат движение особого смотри как стоит на обочине припаркованный здесь всегда какие-то есть знаешь такие проблемы проехать где-то заехать в этом конечно есть большой интерес самой игре мне например очень этот проект нравился и нравится до сих пор но в том дело что он не очень большой я тебе покажу карту вот сама карта она не особо большая но любая дорога из этих всех очень ну достаточно насыщенная интересная поэтому я тебе рекомендую этот проект я тебе оставлю ссылку он бесплатный заходи катайся так я забываю что у меня не ручная кара не мне автомат здесь придет аккуратненько проезжаем есть много очень много узких улиц есть красивейшая лесная дорога поэтому я то уже снимал по по поводу этой карты видео как установить катался на ней очень много и тебе показал поэтому я думаю для тебя она не новинка эта карта тоже я как увидел после обновления загрузку эту классную лучше ну мне очень понравилось сам эффект как бы такой я сначала подумал прям фарминг симулятор какой-то я когда увидел первый раз картинку ну сейчас ты все сам увидишь особенность карты является что она идет а что это глянь на аварийки стоят сам эффект интересен но здесь можно застрять с этой аварийкой непонятно я сейчас попробую объехать хотя бы немножко что у них там идет один к одному то есть здесь ты расстояние там в 35 километров будешь ехать минут 40 реального времени что-то ребята слушай странно по стали крен проедешь слушай а нам карта позволит выехать немножко за краешек если да то это будет замечательно никогда так не делай особенно груженым но ой отлично ну просто ребята по стали очень как-то или это запланировано или это случайно получилось это конечно вопрос но мы аккуратненько я думаю проедем и отлично будет ой а у меня еще слушай смотри я поставил самолобовое стекло это оказывается маленький навигатор я думал что это за штука такая здесь у нас будет проезд такой с виду такой низенький слушай я не знаю но у нас высота небольшая я думаю проскочим здесь таких мест мест вот этих узкие лесные дороги тропы это мой на гранд утопия тоже неплохой проект но это был мой самый любимый но он маловато карта конечно мало дорог всего остального передачками немножко я забываю иногда я там на канале тебе небольшую новую такую фишечку вел небольшие видео про хорошие моды которые мне нравятся как бы допустим которые я считаю что они имеют место быть реализм где-то какой-то я тебе полторы-две минуты я снимаю иногда видео поэтому если что заходи регулярно смотри я где-то интересный мод увидел тебе сразу показал сейчас мы едем грузиться зерном сам способ загрузки тоже очень достаточно интересный так сейчас берем заказ где-то здесь загружаться нам предстоит прям и комбайна ну интересно придумали мне кажется это очень даже интересно и главное смотри какой эффект у нас ухты дорога очень плохая лучше на первой у нас открывается кузов он у нас открыт чтобы мы могли загружаться нам его открывает насколько я знаю в обычной игре это хотя там где-то же добавляли такую загрузку но честно говоря я так и и не попробовал или этого america truck симулятор но здесь вот ребята из кто разрабатывает рпм решили вот пойти таким путем мне кажется это очень даже интересно сейчас немножко от реализма отойдем это чтобы ты видел как будем загружаться подъезжаем под комбайн и он нас по идее должен начать грузить вот смотри сам это мне кажется очень интересно и папа мере нам надо немножко продвигаться и когда будет уже сто процентов заполнения ну такое видишь наполнение идет достаточно специфически но все равно интересно если даже со стороны посмотреть смотри как это выглядит потихоньку заполнение идет даем немножко назад и заполняется здесь ну мне кажется это очень интересно сделано и процесс совсем по-другому приобретает смысл уже загрузки мы даже чего-то ждем они нас постоянно вот смотри здесь наполняется но она и здесь заполняет но можно проехать чуть вперед очень красиво и получается у нас зерна или там пшеницы 25 тонн наверно вот такой и смотри нам дальше закрывает тент я не знаю есть ли здесь еще какие-то такого плана загрузки но я потом это исследует подождя куда нам показывает нам объезд такой большой ну поехали интересно это карты если ты на ней никогда не катался тебе будет любое движение любое передвижение но не интересно что места все таки разные разнообразные так вот надо опустить почему насосе вот это вес большой относительно поэтому это поворот у нас будет ну здесь дороге я не знаю уже без навигатора как я в последнее время езжу то я здесь не поеду естественно тоже мостик по что это он такой стой надо посмотреть я на всякий случай припущу подвесочку и заднюю и переднюю потому что не но она вроде нормально но лучше проходить вот здесь по краю и таких же мест где тяжело проехать или еще их много и в городах различные места есть поэтому залетай на эту карту тебе понравится на ней это точно я специально взял самый слабый двигатель мне как когда посоветовал какой-то подписчик давно еще наверное может полгода назад может год как бы не брать максимальные двигателя потому что какой бы не был груз когда ты берешь мощный двигатель тянется все очень легко я взял первый двигатель действительно вот в горочку у меня там 25 тонн веса и он уже еле еле только на первой есть интерес как бы ну ты вес чувствуешь прям как на работе если ты не знаешь работаю я на камазе 5490 а что это у нас проскочили глянь на первую включил случайно потому что есть еще даже если для этого прицепа есть загрузки там и камень и какие-то металлические запчасти какие-то или стружки там что-то наподобие поэтому я не знаю если там это вот такая вот такого плана загрузки я это пока не смотрел мне так захотелось знаешь самому прокатиться на этой карте ну и тебе показать потому что я думаю тебе это тоже понравится что-то с кольцо здесь а нет просто поворот пока не очень знаешь мне нравится что почему-то трафика нет я даже трафик поставил на двойку если по дефолту идет единица я поставил получается в два раза больше но машин именно в данной местности я пока что-то вообще не встречаю но там пробочка это была маленькая которую объехали и больше ничего не было и здесь дорога пустая по времени у нас нормальное время утро там 7 утра а может динамическое движение наверное может рано еще сколько у нас время а вот слушай дпд нас обогнало сколько у нас времени а опять 15 возможно ребята постарались и здесь сделали свой трафик потому что здесь опять глянь стоят это те до сих пор стоят что ли на аварийке это конечно странно это же эта же дорога да это эта дорога обычно так мы же загружены надо аккуратненько мы давай съедем сюда я обычно по реализму езжу но здесь мы просто простоим очень долго я проеду здесь и надеюсь там где-то я съеду главное не упереться в стенку никакой глянь здесь собралась пробка девчина на мопеде и эти стоят и как долго это будет вообще твориться здесь интересно это задуманная вещь такая или это случайно выпало хотя смотри сколько нас не было сколько я загружался они до сих пор стоят главное нам не упереться ни в какую стенку ну да там был почти выезд пришлось немножко покрутиться но чтобы так хорошего выезда то я там и не видел ну трафика мало действительно я проехался по дороге такой густонаселенной только если время у нас такое ранее посмотрим нам ехать где-то реального времени наверное минут 15-20 мне интересно посмотреть какая будет разгрузка там это будет конечно классно глянуть так я тебе наверно говорил управляясь помощью я веб камеры и программе программы специальной вив трека называется она в стиме есть видео у меня на канале тоже есть по настройке по всему поэтому если что для управления кто управляет рулем эта программа и веб камеры обязательно потому что это вот смотри удобство невероятно немножко круто рассказал тебе чуть ехал короче очень удобно здесь да если начинаешь например километража небольшой опыт растет медленно все пилишь остановился отдохнуть место классное в лесочке такое почти в лесочке после дороги вот и заработки идут не очень большие но я когда сам начинал здесь буквально там сделал несколько рейсов потом уже можно брать кредит в банке и спокойно себе покупаешь автомобиль какой себе хочешь марки автомобили здесь есть все тут заходишь в автосалон они сделали так вот это с этим обновлением пришло здесь такого не было насколько я помню и там наверное 70 автомобилей я там все не пролистывал я хотел свой даф найти которыми очень привык мне очень нравится вот я тебе немножко его показал поэтому я на него насобирал быстренько купил он мне обошелся наверное в 100 с чем то ты о смотри и трафик пошел я надеюсь это связано со временем тогда это будет вообще классно не надо не ставить никакие моды ничего также здесь есть очень разнообразная лесная дорога именно по лесу и она достаточно длинная и тяжеловато я там как-то ехал в прошлые разы свои когда катался даже на мощном автомобиле я там не мог в гору подняться долго я там учился поэтому заходи посмотри обязательно если ты на ней не катался это будет очень интересно ну и плюс видишь ребята дальше будут разрабатывать они придумают вот эти вот загрузки погрузки такие чтобы человеку было интересно не просто нажал кнопку тебя загрузили там за секунду и ты поехал поэтому будет интересно как они как проект будет развиваться я-то буду наблюдать я за обновлениями всегда смотрю по начальному маршруту дорога перекрыта было стояла что там скорая помощь я думаю ладно щемиться не буду поездку дальше но объезд недалеко через другую развязочку там поэтому проедемся посмотрим но здесь конечно участок это достаточно обычной просто трасса как бы ну сейчас мы с ней скоро с нее съедем будет уже здесь очень нравится мне населенные пункты они всегда с какими-нибудь и узкими дорогами с какими-то проблемами интересно в игре очень находиться ну да если так посмотреть уже 520 там 525 и уже трафик смотри достаточно плотненький при том что я двоечку поставил может это будет в каком-то городе и за много посмотрим или они не обогнать идут плотненько нам где-то скоро поворачивать поэтому обгонять то я не вот этого я конечно обойду ой что-то там но наверное зря я поставил слушать трайлинг интересные прицепы здесь но потихоньку двигаются я надеюсь я думал тут какая-то серьезная пробка эти друг друга пропускают эти не едут эти пропускают блин ну это трафик конечно да как и в обычной версии игры вот они стоят друг друга одни не едут их пропускают а вторые пропускают эти не едут вот и вся проблема у нас главное а мы стоим и они не едут просто блин да мне проще тогда в эту сторону а а а приступают пришлось не друзья нарушать потому что они просто они там даем столкнулись и дальше никак они не едут я с неё знак но чтобы Единственный выбор у меня как-то проехать Ну, конечно, да, если бы В реальности я бы так не делал Но и в реальности они бы не стояли и не тупили бы там Ну, ладно Тут даже смотри, я не знаю, есть в обычной версии у нас Мопедисты Или нет, я чуть не помню Я так ехал, сначала думал, на велике едет Потом смотрю, я там плюс 60-70 Догнать его не могу Думаю, не, ну так педали он не может крутить быстро Оказывается, это мопед какой-то А мне кажется, в обычной версии нет мопедов Или ездить, ну ладно Тоже нюансы, я надеюсь, с трассы мы съезжаем Потому что по ней как-то скучновато ехать И автобусы у нас тут Целая куча, смотри, каких обычных ездят Так, здесь где-то нам налево Все правильно Нет, движение стало становиться все плотнее и плотнее Я думаю, здесь у нас не особо трасса Смотри, как красиво Прям местность такая И графика, смотри Мне кажется, деревья классно сделаны Потому что у меня моды здесь не стоят на графику Стоят только на подвеску, наверное Сама карта Там из нескольких частей она состоит Но сделаны деревья, мне кажется, очень хорошо Да, еще эта карта, кстати Она может, если компьютер слабоватенький будет Ну не очень, наверное, тянуть Она маленькая, но она достаточно такая требовательная Но я думаю, что это из окружения, скорее всего Потому что окружение достаточно неплохое, мне кажется Так, давай попробуем их обогнать, наверное Нет, место опасное не будем Эти обгоны в игре интересны Но так как действуем по реализму И у нас впереди еще Ну, ленькая стояночка классная Отдыхают Домик на колесах И у нас впереди переезд Подпрыгнем хоть немножко или нет О, хорошо Как хорошо, что здесь светофор Не долго пришлось светофорить Я скажу, постоять Наверное, секунд, может, под 50 я стоял У нас какие-то справа какая-то ферма Теплицы Ну да, мне пока на этой карте нравится Я, наверное, там смотрел У меня есть серенькое место На карте я там, видно, не был на этой дороге, что ли Или я перезагружал Сохранение, когда тебе записывал ролики в прошлый раз Но это надо будет посмотреть Прокатиться еще раз здесь Ну да, встречаются баги такие, знаешь Сейчас проезжала мимо меня машина Она немножко над землей была Картинки, например Сама картинка на автомобиле Загружается по мере приближения Ну, я думаю, сейчас ребятам Репорты полетят Я имею в виду отчеты об ошибках И они будут потихоньку работать Там несколько человек над ней работают Я там с одним из разработчиков этой карты Я переписываюсь в Дискорде И они как бы достаточно Плотненько им занимаются этим проектом Единственное, что на всей дороге Было ограничение Я вот на трассе не помню Было везде ограничение 60 километров Почему такое маленькое? Хрен его знает, честно говоря Вроде дорога нормальная Что у нас здесь, стояночка? Какой-то зоопарк или что-то Ну, туда на путь закрыт Ну вот, у нас сейчас будет Какая-то деревенька небольшая Ну, должно быть классно в деревне Почти в каждой, где я был Всегда было насыщенно Нагляненько, там траллик классный Поехал с трактором Так, нам сюда-сюда пропустим товарища Хорошо, что пропустили Ой, у нас переезд там стал Ты поворачиваешь, блин Давай, маленький, проезжай, ну что ты стоишь Ладно Нет, трафик надо исправлять Подключивать Может он, конечно, из уважения меня пропустил Но в этом я чуть-то сомневаюсь О, видишь, у нас здесь стоят машины на обочинах У нас... О, человек подметает Ты вот обрати внимание на окружение Оно намного насыщеннее, чем в обычной версии Я вот не понимаю СТС выпускает все новые дополнения Я имею ввиду новые регионы, назовем так Вот здесь, смотри, автобусов стоянка какая классная Ну, супер, супер Помню Да и здесь, глянь, что-то делают Водители стоят Да совсем другое вообще Я понимаю, что всю такую карту эти товарищи не осилят Немножко подключивает, наверное, в городе Глянь, это большой какой-то автопарк Ну, точнее, автобусный парк И вот лучше бы разработчики занялись бы не дополнениями Но выпиливать эти карты Они вроде бы все разные Но, в общем-то, оно все одинаковое А механик в игре очень мало Лучше бы они это развивали Вот окружение развивали в городах Здесь, видишь, машины на обочинах стоят Мелочь, но это уже совсем другой интерес к игре добавляет Здесь стояночки заняты Ну, не все, хотел сказать, все Машины стоят А они все новые дополнения выпускают Транспортники грянут Ой-ой-ой Поколебались Он стоит без машин Ну, подключивают меня в город Здесь, глянь, чуваки разгружаются Здесь на базах вообще прикольно загружаться Здесь такие места есть классные для загрузок И тоже достаточно тяжелые Где можно... Так, нам, наверное, где-то сюда Зерно мы привезли в, конечно, место интересное Интересно, как будем выгружать Здесь у нас, смотри, какое кольцо для поворота Супер сделано Так, там что-то делает Да, нам сюда пошло к балу Чуть-чуть вперед протянем И сюда Отлично заедем Ну, я так понимаю, никакой выгрузки здесь не будет Интерактивной Ну да, нам надо просто припарковаться Вот где этот беленький прицеп А мы развернуться можем там Или так, мы запаркуемся Я думаю, может и запаркуемся Если что, не с первого раза Подрулим Наша рампа, по идее, вон та Что-то я далековато встал Ладно, сейчас мы сюда Я думаю, так будет более-менее Этот объехали, хорошо Не въехали Вот такая, друзья, карта Такая интересная загрузка Поэтому заходи Все ссылочки я оставлю в описании Всем удачи, всем пока Субтитры сделал DimaTorzok